друзья связь надеюсь восстанавливается присоединились отлично очень большая просьба не совершайте мне звонки сейчас по в приложении instagram сразу будет пропадать звук придется перезагружать вот я сейчас сохранил начало эфира и то есть я его завершил сохранил и сейчас открыл заново как только кто-то из вас мне позвонят сюда в приложении звук сразу пропадет пожалуйста не звоните вот продолжаю ответ на вопрос о чуде что такое чудо божие так вот я помню что да в эти пещерки в эти пещерки очень хотелось попасть я все думал ехал от пещеры на этом помню как сейчас на на поезде в плацкарте денег не было даже в сидящем по моему вагоне и думал всего попаду это же сами ангелы своими ручками потому ли как там у них ручки или что у них там создали вот я это посмотрю прям вот это чудо это же чудо и меня вдруг в какой-то момент прямо я вот помню вышел вышел с поездом в скове и посмотрел на синее небо на птицы на солнце и вдруг вдруг у меня пришло такое ясное осознание что так ведь это все чудо это все все нетварно это все создано вот этими нетварными энергиями бога о которых отцы говорят то есть благодатью духа святаго как же я жил и не понимал что я живу просто вот жизнь сама по себе жизнь это же это же есть это же есть чудо просто великое великое не непознаваемое не необъяснимое просто просто чудо и его не объяснить это чудо его можно просто принять благодарить за него за каждый вздох это был такой первое откровение у меня прямо созерцательное того что что нету времени что нету смерти нету нету конца есть начало нашего тварного бытия но нету конца и это все будет вечно будет преображаться просто от славы к славе с того момента моя жизнь изменилась полностью и вот это вот ощущение чуда не покидает иногда конечно в россии не особенно сейчас вот в эти дни она когда как-то сдвигается сдвигается немножко она не исчезает полностью но как-то вот затушевывается то есть она как бы остается на периферии но не исчезает совсем просто вот под наплывом каких-то событий вот рассеяние такого особенно когда эмоциональная очень сильная нагрузка вот но стоит только остановиться на секундочку замолчать умом и ты опять в эту вечность попадаешь в это созерцание вот этого чуда я не знаю я доступно объясняю или нет вот это есть чудо а если более конкретно если вы спрашиваете что такое чудо допустим вот мне недавно девочка с москвой любаша такое чадо моё духовное очень близкий мне человек родной прислал фотографию не замироточила икона вот ну вот чудо это это сейчас и говорят чудо это побеждение там где является бог побеждается естества чем то есть есть определенные законы которые мы знаем которые нам даны законы бытия той законы физики законы вот материального мира и бог когда хочет он же эти законы сотворил никто-то другой какая-то природа сам творец всего и как бы установил эти законы и когда ему надо он их может менять как угодно сухая доска просто обычная но иконостас выделяет выделяет мира как это объяснить ученые это просто просто не не могут принять потому что этот опыт не повторяется имбирический наука идет имбирическим путем то есть чтобы подтвердить какое-то явление доказать его она должна несколько раз проделать один и тот же опыт а его нельзя проделать то есть это господь когда хочет это дает ну вот если в этом аспекте смотреть то вот чудо это нарушение естественных законов и они случаются само великое чудо первое было при жизни иисуса христа это воскрешение лазаря скоро будем проживать праздник когда тело уже разложившиеся фактически на составные части опять обрело свой состав а душа вернулась в тело вот но вообще сама жизнь вот это и есть чудо сохранить эфиры в телеграм обязательно сохранил друзья обязательно сохранил что укрепляет вере больше всего больше всего укрепляет вере это вот меня лично больше всего вере укрепила это действия благодати в сердце когда перестали действовать страсти могущественным образом меня обороли страсти как любого человека очень сильно и в какой-то момент когда я осознал что причем еще даже не верующий то есть даже не крещеный я осознал что эти страсти они мне кроме зла ничего не приносят там всякие злые привычки я попытался от них избавиться и с ужасом осознал что я вообще не могу ничего сделать просто вот вот я попытался какое-то время и увидел что ну я совершенно беспомощен и это было очень страшно потому что вот с того момента я начал познавать свою немощность до этого я очень гордостном таком состоянии находился ну такой еще возраст юный достаточно вся жизнь впереди весь мир у твоих ног и тут вдруг я понял что я совсем ничего не могу с этим сделать абсолютно и потом был путь всяких искушений скорбей и когда я пришел в церковь и крестился вдруг на какое-то время страсти просто исчезли вот как по мгновению волшебной палочки это было для меня это было вот и чудо самое большое такое вот внешнего как бы воздействия энергии божией благодати и мне это веру дало потом я на потом я увидел как икона обновилась я на на карповке в яновском монастыре и она кронштадтского огромная икона человеческий рост которая в алтаре стояла на полотне маслом написано еще во времен батюшки она кронштадтского икона старая столетняя там на ней один лик был виден вот она была вся закопченная и не видели как она просияла не было свидетелей просто утром монахиня пришла в алтарь чтобы подготавливать жертвенник батюшки для служения литургия и увидела икону обновленной ее вынесли в храм на поклонение я ее видела в алтаре и потом на следующий день увидел ее уже в храме она там сейчас стоит для поклонения для всем это покров божией матери в таком полухудожественном образе русской школы написанной икона стала новая просто вот она была закопчена ее кстати реставраторы просили почистить но игумени не захотела матушка ангелина на фоне кстати тоже ну вот есть такой обычай чудотворные иконы не реставрирует не чистят считается что если нужно будет господь сам очистить вот так она очистилась и конечно это потрясение для человека который вот никогда чудо не видел вот такие вот явления но честно сказать на меня не произвело это такого сильного впечатления как как вот именно избавление от страстей силы благодати крещения у меня так это я свой опыт вам рассказываю кого-то по-другому я знаю что очень сильно вере укрепляет преодоление страданий скорбей которые особенно таких очень тяжких если человек их проходит не впадает в отчаяние озлобление то тоже может почувствовать очень сильно вот это присутствие бога в сердце это живая вера вера это не не умозрительные какие-то вещи вы знаете чисто просто вот путем анализа доходишь до какого-то понимания чего-то это это вообще совсем другое вообще из другой области явления это чисто опыт сердца опыт духа это ощущение вот именно вот вечного бога в себе а себя в боге может такой вера так буду читать вопросы а вы наслаждайтесь вот этой вот красотой невероятный с этим морем любви божией я сандроник очень молодо выглядите это тоже действие благодати ну не хочу этот вопрос пройти без ответа хотя немножко может быть не скромно будет потому что это моим утро вопрос касается вот но скажу что да это это действительно так благодать преображает лицо человека тоже такую историю расскажу из самого новоначалья своего вот когда вы церковь лялся поехал с кого печерский монастырь меня поразили лица монахов тогда я помню пришел в монастырь я ходил я тогда вышел из страшных искушений просто тяжелейших вообще потрясения своей жизни вот пограничных состояния на грани жизни и смерти и у меня конечно было очень подавленное состояние психики и тела в общем все все как бы было очень трудно я приехал и увидел эти лисы и я удивился видел какой-то внутренний свет и меня поразило что лица старцев давно очень не был не знаю говорят старчики уходят к пещерскому монастыре вот братья еще уже тогда жаловались что старцы будут уходить а преемственности нету то есть очень большой был разрыв по возрасту между старцами послушниками и говорили что старцы уйдут а послушники еще не успеют стать старцами я не знаю как это так или нет но когда там было много старцев и видно что ну таких уже убеленных сединами я удивился осматривался в их леса и мне казалось что я вижу лица молодые вот просто седой как лунь весь но лицо молодое и это действительно действие благодати молитвы ты когда много времени проводишь молитве то какая-то перезагрузка идет ученые даже делали опыта я слышал эксперименты ставили с этим с новейшими приборами которые изучают мозг мрт там разные вот эти вот штуки и увидели что меняется работа мозга молящегося человека и в этот момент происходит как бы какое-то обновление внутреннее естества то есть очищается обновляется не только душа благодатью через молитву но но и даже тело сама потому что нас очищает и спасает и омолаживает не сама молитву как действия сама а благодать молитву это просто инструмент которому благодать привлекаем я знаете я мне здесь немножко неудобно говорить потому что вот видите вот там вот келия скита святого василия я не знаю можно интересно увеличить до увеличивается изображение меня телефон замечательный подписчики подарили телефон просто с удивительным разрешением там живут отцы и сихасты и сейчас у них время отдыха вот здесь очень тихо здесь молочно разговаривают и поэтому я буду так не тихо говорить чтобы не беспокоиться в горах очень слышно прям вот каждый звук каждый каждое движение ощущается так на чем мы остановились как найти внутреннюю опору себе ищите его боги не в себе ищите в себе богом когда в себе найдете блога когда соедините с ним когда почувствовать его присутствие то все сомнения колебания неуверенность исчезнут вообще уверенность в себе эта штука очень очень опасно она очень жесткая и легко ломается когда ломается потом очень трудно собирается самое лучшее это когда вообще я исчезает когда нет уверенности в себе а есть просто бог везде и ты в нем вот и это ощущение вот этого непоколебимого спокойствия и уверенности не в себе а просто а просто вот даже словами трудно объяснить уверенности в чем не в чем просто все есть как есть и все благо и все бог и все любовь вот это самое лучшее обретается она через смирение через через соединение с богом молитесь за меня дорогие братья и сестры я прочитаю потому что вы это озвучили в комментариях и наверно прокомментирую помолитесь за меня дорогие братья и сестры грешна самолюбива горделива монстр господи помоги даже до пасхи такому чудищу как я я вас люблю смотрите есть у меня публикация покаяния посмотрите пожалуйста внимательно найдите в ленте увидите нужно все-таки имеет рассуждение серафим саросский говорил не не засуждай себя и святитель Игнатий бренчанинов говорил своим чадом не засуждайте себя а серафим саросский говорил относись к своим немощам снисходительно какая но как ты относишься к немощам других ну для нас этот совет не всегда может быть приемлем потому что мы обычно немощи других не очень любим прощать и снисходить к ним серафим батюшка серафим саровский сказал конечно со своего смирения вот но смысл в том что что надо осознавать конечно надо осознавать свои страсти немощи но понимать что исцеляет их господь благодать знаете вы не можете стать просто святой вот захотев этого просто одним своим усилием сколько бы ни напрягались какие вы подвиги не несли вы не сможете просто не сможете но понуждая себя вы будете приходить к смирению осознавая именно вот эту свою немощь и начнет действовать благодать потихонечку она будет очищать ощущать чем больше вы будете приходить к сознанию своей немощи тем больше будет действовать благодать она будет опять отходить потому что очень трудно нам в смирении устоять гордыня нас окрадывает очень незаметно, очень тонко. Поэтому, конечно, окаивать себя надо, но с рассуждением, не с тем, чтобы доходить до отчаяния или перенапряжения. Перенапряжение такого, знаете, изнеможения психического и душевного, телесного, когда вот прям ведешь такую смертельную битву со своими страстями до того, что уже перестаешь есть спать совершенно. И просто падаешь, умирает отчаяние, потому что видишь, что все равно страсти действуют. Но смирение, оно всегда очень мягкое, очень ровное, без каких-то вот таких вот крайностей. Да, я знаю, что я весь в страстях, я весь обложенными, я их пленник связанный, но я верю при этом, милость Божья, что она спасает кающегося грешника. Вдруг в какой-то момент узы падают. Конечно, не навсегда. Благодать отходит, страсти опять поднимают голову. А это путь наш земной, наш крест, до конца идти вот этим путем борьбы со страстями. Просто постепенно ты начинаешь умиротворяться, начинаешь относиться бесстрастно, как бы равнодушно, именно даже по-хорошему, бесстрастно даже к действию благодати и, наоборот, восстанию страстей. То есть, ты к ним относишься одинаково. Ты понимаешь, что Господь тебя ведет, и ты делаешь, что можешь, и как-то появляется вот это вот спокойное такое спокойное предание себя в руки Божьей. Ты дело спасения передаешь, как бы, вот внутренним таким актом волевым, духовным, передаешь именно вот врусы Божьи. И начинает Господь уже вести тебя. Хотя ты при этом не оставляешь своих трудов, но действующим лицом становится он, а не ты. Ты сходишь с этого пьедестала, который поставил сам в центре мироздания, думая, что все вокруг тебя крутится и должно тебе служить. И везде становится Бог и ближний в Боге. Доживете до Пасхи и вместе пропоем Христос Воскресе. Немножко осталось. Как побороть ленина ради денег исполнения утреннего и вечернего правила? Есть ли альтернатива? К примеру, правила Святого Серафима Саровского. Мы это много раз обсуждали. Еще посмотрите публикации о молитве. Я там много об этом говорю. Надо просто выбрать правило, которое вам по силе. И стараться его придерживаться всю жизнь. Но не быть заложником, рабом правил, как святитель Игнатий Брянчанинов говорил. Вот это выражение Христа о том, что не человек для субботы, а суббота для человека. Фраза, которую он говорил фарисеям, которые его укоряли и хотели, ну и под предлогом вот этого, нарушения этой заповеди его казнили. С Игнатий Брянчанинов говорит, что это можно отнести именно к телесным подвигам и, ну вообще, к эскетической жизни, к внешней жизни христианина. Правило не должно вас связывать. Вы не должны быть рабом правила. Вы вот, если меняются как-то обстоятельства или приходит какая-то болезнь, допустим, утомление какое-то, вы должны, просто не задумываясь вообще, не смущаясь ни капли, просто оставлять это правило и понимать, что не правило вас спасает, а благодать Божия. А сейчас вы его просто не можете совершить, совершите в другой раз. Это относится ко всему, ко всем эскетическим моментам и вот этим вот внешним нашим духовным деланием. Даже хождение в церковь и причащение. Без причащения мы, конечно, не можем спастись, но могут так обстоятельства складываться, что вы какое-то время, может быть, даже очень длительное, просто, ну, не можете попасть в церковь или причаститься. Это не значит, что вы должны сокрушаться и думать, все, я теперь не спасусь. Мария Египетская, чей праздник отмечаем, причастилась всего два раза в жизни. Это когда покаялась и пошла на свой подвиг за Иордан в пустыню. И перед смертью, когда попросила Зосиму принести ему причастие, и посмотреть, какой святости она достигла. Это, наверное, светило, ну, нам Господь просто показал вот в женском естестве немощном, показал такую силу духа и такую святость, которую больше мы не видим ни в ком, ни в одном человеке. Она не оставила никакого учения, никакого поучения, но просто ходила по водам, жила фактически без воды и еды. То есть это просто вот Бог благодати ходил по земле, ну, как ангел в человеческой плоти. Вот, поэтому выберите правило, которое вам по силам, и старайтесь его соблюдать. Ну, лучше вам любоваться вот этими красотами. Вы там сидите прямо как будто дома. А если вы про меня говорите, так это и есть мой дом. А если вы про себя говорите, то тоже ваш дом. Мы все дома, мы все у Бога. Вы верите в мотарство души после смерти? Конечно, нам же оставили ситуацию об этом свидетельство. Вот. Просто надо понимать, что мотарство, о которых описывает блаженная Феодора, надо понимать, что человек, во-первых, того времени, среднего века. Вернее так, начну с того, что когда душа выходит из тела, то дух человека, душа человека воспринимает уже окружающий мир духовно. То есть, сейчас у нас зрение, мы видим только материальные предметы. Вот. Очень грубые, как бы, ну, как-то святые отцы говорят, плоть де белое. То есть, нам плоть тела, оно не не дает видеть вообще все реальности в целом. Мы видим только пазл один. То есть, вот внешние очертания, образы предметов и умозрительные какие-то вещи, идеи. А когда душа выходит из тела, то у нее как бы вот шорки с глаз слетают, и она начинает видеть все-все-все энергии этого тварного мира и даже нетварной энергии божества. То есть, видеть Бога именно в его энергии. И то, что она там проживает и как она видит, вот человеку в нашем состоянии объяснить нет никакой возможности. Понимаете, это все равно, что без декодера смотреть телевизор. Ну, как это видеомагнитофон. И помните, раньше были две системы такие, ПАЛ и СИКАМ. И специально были декодеры, потому что, если запись была в ПАЛе, то в СИКАМе ее было не посмотреть, нужен был декодер. точно так же в СИКАМе И Феодора была возвращена в тело. И она передавала то, что видела, теми образами, которые уже наш мозг, вот ее мозг может передать. Но в действительности это не так. то есть нету там сковородок каких-то, крюков, пил, бензопил, которыми мучают. Там по-другому все. Они, конечно, есть, безусловно. Это испытания, которые душа будет проходить для очищения конечного. Нам всем, скорее всего, нужно будет проходить через мытарство, кому-то больше, кому-то меньше. Не надо этого бояться. Если наша жизнь была направлена правильно, то есть по направлению к Богу, то если мы в течение земной жизни в теле не успели припобедить все страсти и очиститься от всех грехов, то на мытарствах это завершится. Главное, чтобы было правильное направление. Поэтому этого бояться не надо, но и расслабляться тоже не нужно. Потому что будет непросто, говорят. Большое испытание. большое испытание, но для этого нам временная жизнь дана, чтобы к нему подготовиться. И подготовка очень простая. Это жизнь по заповедям Божьим. Это именно направление себя в сторону Бога. Всякое дыхание отдыхалит Господа. Аминь. Как ваше имя в миру? Александр. Почему вам дали именно такое имя Андроник? Андроникус. Это греческое имя из двух корней состоит. Андрос это мужчина или мужественный. Ника это победитель. Андроникус мужественный победитель. Такое имя мне дал игумен Владыка Панкратий, который меня пострит на вулами в монашество. Историю тоже, если хотите, расскажу. Очень, очень любопытная. в русской традиции в монашестве вообще не принято как бы игумену у монаха спрашивать, какое имя он хочет получить. Игумен сам выбирает имя и не спрашивает монаха. В греческой древней традиции афонской практика другая. Здесь монах просит игумена дать ему какое-то имя монашеское сам выбирает. И игумен обычно соглашается, но может, конечно, не согласиться, если ему Господь положит что-то на сердце. Но спрашивают. И у нас Владыка, он такой афонит, был, не знаю, сейчас как, остался или нет, с какого-то времени перестал ездить на Афон, и по здоровью у него был инсульт, микроинсульт, и ему врачи строго запретили на самолетах летать. А так он в год по нескольку раз приезжал на Афон, молился с отцами здесь, общался со старцами, и он такой вот решил вести тоже у нас в монастыре такую традицию. Я это знал, я это знал, что он спросит, какое-то имя хочешь, и ходил, мечтал, какое бы мне имя взять. Ну, и, конечно, выбирал самых великих отцов, Антония Великого, Сесоя, Лариона Великого, Пахомия и так далее. Вот. Просто очень любил Древний Патерик читать про подвиги, вот этот цвет монашества пятого века, это действительно просто вот суперзвезды на небосклоне христианском. Почитайте, всем рекомендую, только без фанатизма, не пытайтесь на себя их подвиги как бы прилагать, потому что повредитесь. Смотрите, солнце заходит. Закат. А там вот второй палец, это у нас Кассандра, второй палец. Почему-то мы говорим палец, а греки говорят поди, это нога, но на русском называют палец, это Херсонисус, полуостров. И я ходил и думал вот какого бы самого такого великого святого, потому что он же будет моим покровителем потом в течение всей жизни. Ну, до пострига великую схему, может быть, великой схеме меняют им еще обычно. Вот, и потом в какой-то момент понял, что это просто гордыня такая глупая какая-то мальчишеская совсем уже там покруче себе святого выбрать. Вот, и думаю, что-то не то я делал, надо как-то помолиться Богу, чтобы вразумил. Пошел на игуменское кладбище, у нас на Валаме есть игуменское кладбище, где похоронены игумены, монастыря, и по преданиям туда братья ходят, если какие-то вопросы, недоумения, там, трудности возникают, ходят и просят, старчиков, помолиться за них на могилках, вот, и получают помощь обычно. Такая большая благодать чувствуется. Вот, я пошел туда, помолился, думаю, господи, вот за молитвы старцев вразумие, какое мне имя надо взять? Молился, молился, пустота, просто чистый лист бумаги, вообще никаких, никаких движений. Думаю, ладно, бог с ним. Смирился, выхожу из кладбища и вдруг слышу прямо в уме просто голос, вот, просто явно голос, Андроник. Знаете, и эта мысль была, но она была такая отчетливая, что прозвучала, как голос, как будто я голос прямо услышал, хотя, ну, это был не голос звуковой, это была мысль, но настолько очень резкая и отчетливая, что прям воспринялось моего как голос. И вот здесь все самое удивительное. Ну, я же научен как бы святыми отцами там никаких видений, там признаков, голосов там вообще никак бы не принимать. Но самое интересное, что я услышал этот голос и я тут же его забыл. Сейчас объясню, как это произошло. Я услышал этот голос и у меня сразу как будто его стерли, потому что я об этом вспомнил только уже во время самого пострига, когда я приполоса от раки преподобных Сергия Германа к святым воротам, у нас по обычаю такому, монах ползет по такому ковру от раки с мощами преподобных Сергия Германа, уламских чудотворцев, основателей монастыря, ползет к святым воротам, где стоит игумен в полном облачении игуменском, с ножницами и начинается чинопострижение. Да, предыстория маленькая, то есть не предыстория, еще момент упустил такой. У меня стерлось, вот я услышал этот голос и сразу он, ну как будто его не было. Сознание просто делит просто назвали и все удалили. Я когда пришел в алтарь перед постригом, мне игумен говорит, ну что, подозвал меня, говорит, какое имя хочешь? Я говорю, батюшка, не знаю, что-то молился, молился, вообще ничего мне на ум не приходит. Представляете, вот просто вот реально делит. Говорю, давайте, помолитесь, как вам Господь на сердце положит, так пусть и будет. Говорит, хорошо. И вот когда я приполз к нему в этой рубахе белой, значит, как вот при крещении дают белую рубаху, также при постриге в монашесу тоже дают белую рубаху, а потом начинают на тебя возлагать уже в алтаре монашеские вот эти одеяния все. Я подполз, встал, начался чин пострига и в момент, когда он, значит, постригает волосы на голове и говорит, постригается собрат наш Александр с именем и говорит, Андроник. И вот как только он произнес это имя у меня раз и обратно как бы, ну как бы вспомнилась вот этот момент, как я выходил с кладбища, прям услышал этот голос и его у меня просто, ну вот, и забыл сразу. И тут опять вспомнил. Это было, конечно, чудо такое очень большое. Вот. А Андроник, это Андроник Пермский, это священно-мученик из Перми. Это, он первый, пострадал от большевиков. Его убили, такой мужественный очень был, конечно, исповедник, прям не боялся, говорил. У него интересный очень эпизод такой есть. Вот, у него огненная вера такая была, и ладыка потом на трапезе, когда после пострига мы пришли на трапезу, и он, как обычно, говорил слово, значит, меня поздравлял с монархским постригом, и прямого святого сказал несколько слов, что вот, читая его житей, видишь ревность такую, как у древних святых, такое бесстрашие полное, вот у древних святых мучеников. Вот. А его застрелили и закопали живым, он еще жив был, то есть, него несколько раз выстрелили, и потом бросили в яму и закопали. В ферме его большевики хотели заставить, чтобы он начал людей привлекать к их действиям, то есть, они говорили, что выходи к людям и говори, что ему тебе скажем, методичку ему дали, значит, ну, речь какую сказать, потому что знали, что у него авторитет огромный, а массы разбушевавшихся людей это страшная сила, там, никакие пулеметы не помогут. Они пошли таким путем, хотели церковь использовать как инструмент для того, чтобы продвигать что-то свое. Вот. И долго боялись его арестовывать, потому что очень народ его любил, и знали, что если арестуют, как бы, может бунт, подняться, восстание, очень боялись. Вот, приехали ночью, незаметно, тихонько его, значит, прямо с его покоев забрали, привезли, посадили в камере, пришло несколько большевиков, три человека. Говорят, ну что, батюшка, значит, давай вот, мы тебе дадим текст, что ты скажешь людям, и будешь с нами сотрудничать, и у тебя все будет вообще отлично, просто никаких проблем иметь не будешь. И он говорит, знаете, что он сделал? Он снял себя панагию, ну, панагия, знаете, да, у епископа, это у священников кресты, а у епископа, это Божья Матерь, изображение Божьей Матери на таком медальоне. Снял панагию, завернул ее в платок, и говорит, знаете что, вот если бы сейчас вы были бы в моей власти, а не я вашей, я бы взял на себя грех на душу и расстрелял бы вас. Такое зло вы несете миру. И потом развернул по ноге и опять одел ее. Сказал он это, чтобы у них даже никаких сомнений вообще не возникло, что он будет с ними сотрудничать. Они посмотрели, поняли, что вообще бессмысленно с этим человеком что-то делать, вообще с ним говорить ему что-то как-то его пытаться купить. Просто увезли в лес, где уже яма была вырыта. Потому что предполагали, что так все и будет. Может, хотели напугать его этой ямой еще, думали, что если там... Вот. И несколько раз в него выстрелили. Причем перед смертью он за них молился. Он перекрестился, их перекрестил. Молился Богу, в него несколько раз выстрелили, бросили в яму, увидели, что он еще дышит и живым закопали. Вот такой вот у меня покровитель святой. Недостойного дроника. Бог — это жизнь. На нашей планете есть жизнь, значит, есть Бог. Бог есть везде, значит, на других планетах тоже есть жизнь, Бог. А вы как думаете? Мне кажется, да. Может, так и есть. Мы это не знаем, друзья. И как бы для нашего спасения это не важно, есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе. Это науке неизвестно. А вот. Но мы знаем так мало вообще о мире, о бытие. Жизнь может быть в таком проявлении, в таком виде, что наш мозг просто даже этого не может воспринять, даже не может помыслить и осознать, что вот возможно такая форма жизни. Но то, что все в Боге и Бог везде и мир бесконечен, это правда. Друзья, буду завершать эфир, потому что хотят и в Телеграме подписчики посмотреть. Возможно, даже те, которые которые которых я тоже очень люблю и которые, я уверен, любят меня. Он просто в чем-то не согласен. Вот. Поэтому заканчиваю эфир, чтобы его сохранить. Очень рад нашей беседе, так благодатно прошла. В чем я даже не сомневался, потому что когда мы вместе собираемся, мы же все молимся друг за друга. Когда двое и трое собрались во имя мое, сказал Христос. То я посреди них, поэтому Христос посреди нас. Я сделаю объявление по поводу наших общих молений еще дополнительно, но предварительно скажу, что будет у нас в субботу литургия Василия Великого Иоанна Златоустова, будет панихида, еще вас сложим панихиду, будет у нас чтение Акафиста в субботу, воскресенье будет литургия Василия Великого. Поэтому присылайте имена на прескомедию субботу и воскресенье, на панихиду, родительскую субботу и на молебен на Акафист. Акафиста, если можете, читайте с нами, если нет, то ничего страшного, если нет возможности. За вас помолимся. Имена просто помечайте, какие имена, на что присылаете. Вот. А на следующей неделе у нас присылайте обязательно имена на четверг, на следующей неделе Страстной Седмицы. Это будет воспоминание о Тайной Вечере. Вот это вот все христиане обычно причащаются в это время, будет служиться литургия Василия Великого, поэтому будет сушаться в Проскомедии. Обязательно присылайте имена и на субботу-воскресенье. В субботу Иоанна Златоустова и в воскресенье пасхальное бдение на пасхальную службу тоже присылайте на Иоанна Златоустова имена на Проскомедию. Вот. И уже тогда встретимся на Пасху, пропоем пасхальный тропарь, обнимемся. разговеемся, возблагодарим Бога. Будем продолжать. Люблю вас, дорогие. Молитесь о мире. Молитесь о мире, о том, чтобы преодолели мы эти страшные искушения, не озлобились. Чтобы высиял свет Христового Воскресения в сердцах наших, и мы обнялись в любви Христовой. обнимаю вас, дорогие, с Богом. с Богом. С Богом. С Богом. Я не могу, Не обнимемся,